Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 26 марта, я продолжаю здесь работать в теплице, в воду таская, готовлюсь к завтрашней высадке томатов. Но сейчас я хочу поговорить о посеве огурцов. Вот я хожу с сумкой со всеми семенами, проверяю, какие семена у меня остались, какие нужно прикупить. Сейчас самое время начинать уже, кто не купил, приобретать семена огурцов. И вот про выбор сорта, так же как про выбор сорта капусты, с какой начинать сеять, и тут тоже. Ведь у нас сортов огурцов очень много, какие-то для теплицы, какие-то для открытого грунта. Новички могут запутаться, и я сейчас вам расскажу, что вы должны, хотя бы такие как базовые знания обладать, как вы должны различать. Вот смотрите, если у вас есть теплица, если вы хотите получить ранний урожай огурцов, то это обязательно должны быть огурцы, гибриды, или самоопыляемые, или партонокарпические. То есть те сорта, которые дают урожай без участия пчел. Почему? Ясно почему. Потому что сейчас еще вот рано, даже снег, если растает, не будет еще никаких цветущих цветов, не будет еще пчел. И без пчел, если вы посадите, будете выращивать пчелоопыляемые сорта, или вообще сортовые огурцы, которые без пчел не дают урожая, то у вас будет разочарование, не будет зависеть. В прошлом году мне одна женщина, зрительница в Одноклассниках написала, я думала, почему в открытом грунте для раннего урожая специально посадила рано огурцы, прикрыла их пленочкой, в этом парничке они сидели, прекрасно цвели все, но никакого урожая не было раннего. И потом, когда уже пленку открыла, когда уже другие в открытом грунте прямым посевом я посеяла и выросли, начали плодоносить, они тоже все стали облеплены огурцами, и потом только она поняла свою ошибку, она высадила туда пчелоопыляемый гибрид. То есть она прочитала, что гибрид, но вот эту мелочь, что он пчелоопыляемый, что он без присутствия пчел не даст урожай, она не обратила на нее внимания. Будьте внимательны при покупке семян огурцов, чтобы не было разочарования, ведь это большой труд посеять пораньше рассаду, высадить, укрывать пленками, утеплять и не получить взамен никакой отдачи, конечно, вам будет обидно. Разобрались, для теплицы ранней, когда все двери закрыты, когда пчел нет, только самоопыляемые гибриды или только портонаркарпические потом. Но в теплице можно выращивать и вот такие пчелоопыляемые гибриды, и можно даже сортовые огурцы выращивать, но только для летнего использования, которые вы будете высаживать просто в стандартные сроки. У нас вот есть одна теплица, в которой так много пчел, туда летом не зайдешь. И вот там, в таких теплицах, ведь двери открыты все лето, настишь, в таких теплицах можно выращивать любые огурцы. Дальше, открытый грунт. Для открытого грунта подходит хоть что. Хоть сортовые огурцы, хоть гибридные огурцы и самоопыляющиеся гибриды, и гибриды без применения, ой, пчелоопыляемые любые. Но видите, тут в чем дело. Обычно, когда в открытом грунте высаживают, высаживают большое количество, особенно кто, у нас сейчас гибриды огурцов очень, очень, особенно некоторые фирмы, очень высокая цена. И не очень хорошая всхожесть. Поэтому для открытого грунта, если покупать гибридные семена дорогие, да если они еще не все взойдут, конечно, не очень выгодно. Есть прекрасные сортовые огурцы, которые дешевые, которые хорошо всходят. Можно в магазине купить вот эти классические. И еще чем они хороши? Они хороши для засолки. Вот эти неженские, вяземские, старинные вот эти. По нескольку десятилетий наши родители еще выращивали, я как сейчас помню, у меня мама всегда говорила, неженские, самые лучшие в засолке. Может быть, раньше было так. Сейчас очень много сортов. И сейчас именно соленые, вот мы, например, не делаем, мы делаем все консервированные под железную крышку. А раньше же солили в бочках, бочковой засол. И вот неженский огурец у нас был каждый год в огороде. Вот это самое главное, что вы должны знать. Или вы выбираете в магазине сорта для открытого грунта, или для теплицы ранней, для раннего урожая, или для теплицы летней, когда будут все двери настиж. Сейчас, конечно, еще рановато сеять эти огурцы. Я вот в прошлом году сеяла 12 апреля. Но я сеяла для теплицы поликарбонатовой. Но у меня там маленький кусочек теплого пола был подогрев грунта. Я 3 мая уже их высадила. И 30 мая у меня уже был первый урожай огурцов. Конечно, вот для такой посадки нужно использовать гибридные сорта. Потом уже позже я высаживала еще. Но вот самые первые огурцы были 30 мая. Если вы хотите в мае или в начале июня получить огурцы, тогда нужно выбирать соответствующие сорта. Все, до свидания. Это был вот такой небольшой, такой вступительный ролик про огурцы. Потому что сейчас еще сеять рано. И я вам хочу сразу сказать, что если вы будете в открытый грунт сеять в традиционные сроки, а это не раньше, чем 5-10 июня, то даже на рассаду еще рано сеять. Рассаду обычно высеваем за месяц. То вам нужно только 10 мая сеять. Рано сеют на рассаду только те, у кого есть теплит. Ну все, до свидания.